Формат выездной администрации, где жители могут напрямую обратиться к представителям руководства муниципалитета, на этот раз прошел в Бутовской школе номер один. Одна из главных целей такого формата – максимально сократить расстояние между людьми и властью. У старосты я в данном случае, я замкнут на территориальный отдел. То есть это целая вереница, бюрократическая вереница. Полномочий-то особо у староста нет. Тем более, что мы все-таки общественники, не более того. А здесь мы напрямую говорим с руководителями. И это гораздо быстрее, нежели всю эту вереницу проходить. Минослужащих России по опыту знает – здесь помогут. На предыдущем мероприятии я была как частное лицо, и мне необходимо было решить мои вопросы. И реально работает, действует. Как неудивительно, наверное, но действительно слышит, выслушивает и принимает решения. Старшая по дому 46А по Ольгинской улице Надежда Александровна Наумова обратилась к заместителю главы округа Татьяне Каляминой с просьбой помочь. Недавно в доме починили крышу, но остались недоделки. И во время дождя кровля протекает. Вот я с этим пришла. Мне все объяснили, мне все сказали, я поняла. Спасибо большое. Проблема будет решаться. То есть уверенность такая есть? У меня полностью уверенность. И в Татьяне Николаевне, и в ее заместителях. Неизменно на таких встречах присутствуют и представители депутатского корпуса. Причем выступают они здесь в двух ипостасях. С одной стороны, озвучивают вопросы жителей к руководству муниципалитета. С другой, сами проводят консультации и помогают в решении тех или иных ситуаций. Так сложилось, что получился небольшой конфликт с соседкой. И вот Валерий Николаевич, молодец, сегодня пригласил на прием, на личную встречу, чтобы обсудить и помочь с этим вопросом. Сложно было вообще решать подобные вопросы? Ну вот у нас здесь хорошая практика, которую глава Ленинского городского округа у нас выдвинул на территорию Ленинского городского округа. Это выездная администрация, где присутствие, включая и силовые структуры. Вот у нас здесь есть сейчас представитель УВД Булатникова, который вот как раз по этому вопросу даст консультацию, разъяснит, объяснит порядок действия. Традиционная выездная администрация состоит из двух частей. Во второй местные жители имеют возможность обратиться уже к главе округа. Причем ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, Станислав Катров дает уже во вступительном слове. На этой встрече о прокладке пешеходной дороги, которая соединила бы Лопатина и Боброва. Проблематика есть. Сейчас по финансированию мы достаточно ограничены. Андрей Владимирович, по вот этой сумме посмотрите, чтобы мы дополнительно ее постарались найти. В зале присутствуют заместители главы и руководители служб, которые курируют те или иные направления. А потому многие обращения граждан находят решение прямо в этом зале. В частности вопрос о незаконной парковке, мешающей движению общественного транспорта. Убирают всегда только легковые автомобили, а вопрос к грузовым автомобилям. Причем там знак совершенно четко стоит запрещена парковка грузовых автомобилей. Андрей Владимирович, надо показательные выступления точно провести. Еще несколько раз, что штраф за грузовую эвакуацию 25 тысяч, я думаю, будет ощутим. На подобных встречах стали традиционными и обращения другого рода, где люди благодарят за уже решенные или решаемые вопросы. Хотел сказать вам спасибо за ремонт, который сейчас проходит у нас на Южной. Раньше он был таким локальным, а сейчас прям все хорошо. И отрадно, что с каждой встречей таких обращений становится больше. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.